Здравствуйте, друзья! Сегодня мы с вами рассмотрим и попробуем собрать китайскую версию LEGO от компании Xiaomi. Это набор из 305 деталей для конструирования роботов. Главным его отличием от конструктора LEGO, на который он очень похож, в том числе и своей упаковкой и деталями, является то, что в комплекте идет вот этот центральный модуль управления, внутри которого скрывается процессор Cortex-ARM 32-разрядный, интерфейс Bluetooth, который позволяет управлять собранным роботом при помощи приложения с телефона. Это все мы, конечно, с вами сейчас и попробуем сделать. Внутри коробки нас ждет 5 пакетов с деталями, пронумерованные, наклеечка с глазками, судя по всему, и 3 модуля, судя по наличию разъемов, это как раз интеллектуальные модули. Они, кстати, намагничены и таким образом друг с другом соединяются. И вот так же центральный модуль. Судя по наличию кнопки включить-выключить, это батарейный блок. Но со всем сейчас будем разбираться по порядку. Комплектная инструкция на китайском языке, в принципе, особенно ничего интересного нам не говорит, кроме того, как вставлять батарейки снятием крышки. Но до этого могли бы догадаться и сами. Судя по всему, вся дополнительная нужная нам информация будет в приложении по этому QR-коду. Сейчас мы это и попробуем сделать. По ссылке из инструкции нас перебрасывает на китайскую страницу приложения, где нам предлагается один из вариантов под iOS и Android. Так, давайте будем ставить под Android. Приложение полностью китайское, как и следовало ожидать. Но не первый раз мы с таким сталкиваемся, будем разбираться. При старте приложения, в какое, кстати, надо залогиниться при помощи Mi-аккаунта, но я думаю, он уже у всех вас есть, имеется три опции, которые стилизированы под земной шар. И в разделе с деревом у нас здесь такие видео-уроки, по которым нужно собирать наш конструктор. И по мере этих видео-уроков я сейчас буду делать все описанные действия. Первый этап самый простой. Мы соединяем наш батарейный модуль с модулями. Ну, судя по всему, это один из модулей с процессором и, видимо, с двигателем. И так по очереди. Следующий у нас этап целых имеет 67 операций. И для этого нам пригодится пакет с номером 1. Вот здесь на каждом пакете пронумерован от 1 до 5. Итак, после первого этапа на 67 шагов у нас получилось что-то вроде стола и стула. Пока не знаю, что это будет дальше, но снимаем и собираем дальше по анимированному мануалу в приложении. Итак, смысл всех этих сборок пошаговых в программе заключается в том, чтобы научить ребенка, того, кто будет работать с этим конструктором, на простых примерах собирать сложные вещи. Один из шагов, третий по счету, это уже сборка вот такого моторизированного вентилятора, который запускается через приложение. Я сюда вставил батарейки. В приложении мы приконнектились к Bluetooth модулю. Это у нас двигатель и двигатель, запуская, вращает вентилятор. Следующей моделью, которую я собрал, следуя инструкциям программы, это вот такой вот автомобильчик. Здесь у нас уже имеется и блок питания, и центральный процессор, и мотор, который передает вот по такой цепной передаче, цепной, шестереночной передаче, передает крутящий момент на колеса. И, соответственно, такой автомобильчик уже может управляться. Управляется он через приложение. Итак, в нашем приложении, помним, дерево это наша пошаговая инструкция по сборке. Здесь нам нужен уже вот такой вот кораблик. В этом кораблике здесь соглашаемся. Нам надо сначала включить на пузе кнопку. Есть. И здесь у нас появляется вот такая вот иконка кораблика. Нажимаем на нее. И это у нас происходит в соединении с нашим роботом, модулем. Все, немножко подождали, сбросилось. И теперь, когда мы заходим в этот кораблик, у нас появляется вот такое вот меню. Вот это меню у нас управляет нашей моделью. В данном случае это вот этот автомобиль. Ну, так как у нас здесь сейчас управление идет только моторчиком, то, соответственно, мы можем управлять только его вращением в одну либо в другую сторону. Здесь в меню это у нас так и так. Вот таким вот образом. Также здесь же в этом приложении у нас есть, кроме дерева, еще раз напомню, это у нас инструкция пошаговая, есть вот такой воздушный шарик. Воздушный шарик позволяет нам делать программы поведения, программировать поведение этого робота. Ну, пример простой программы я сейчас вам приведу. Вот пример простой программки управления. Модули берутся из вкладок соответствующего цвета. В частности, я сейчас сделал вот такую программку. Первый модуль это включение двигателя. Минус 50, минус это показывает сторону вращения, 50 скорость. Далее песочные часики, пауза 2 секунды. Снова двигатель 50, но уже плюс 50 в другую сторону вращения. Опять пауза 2 секунды и 0, это значит нулевая скорость двигателя. Запускаем. В одну сторону 2 секунды, в другую сторону 2 секунды и остановка двигателя. Таким образом мы можем задавать программы управления нашей моделью. Ну, а теперь приступим к созданию чего-нибудь посложнее. И сейчас я вам соберу и покажу следующую модель, которую можно собрать из этого конструктора. Вот такой замечательный пингвин получился у меня в результате проведения сборки по одному из 12 мануалов в программе для этого конструктора. Он забавно шагает и при этом машет крыльями. Я не буду утомлять вас показом сборки всех вариантов, которые представлены в этом приложении. Скажу лишь только, что кроме пингвина, машинки, там есть достаточно много различных забавных и интересных моделей. Сборка-разборка одной такой модели занимает примерно около, наверное, минут 40, если быстро это делать. Если это делать еще с детьми, наверное, около часа. Вот еще раз я его запущу. Также, предвосхищая вопрос о совместимости с деталями стандартным конструктором LEGO, скажу, что здесь полностью он совместим. Вот кусочек от LEGO. Спокойно я взял. Прилепил. Вот, пожалуйста, кусок от LEGO. Все здесь полностью по размерам и по вот этим соединительным деталям совпадает. Все точно такое же. И, в принципе, если вы потеряете какую-то из деталей из оригинального METU конструктора, то можно подобрать соответствующую деталь из LEGO. Что касается качества литья, то за все вот эти вот мои эксперименты по изготовлению этих моделей никаких абсолютно огрехов я не нашел. И если бы мне просто показали набор этих деталей, этот просто конструктор в виде набора, я бы вообще бы даже ни на секунду не усомнился бы, что это настоящий LEGO. Качество просто супер. Никаких вообще вопросов нет. Никаких там заусенец, ничего. Это отличный, действительно, продукт. Очень качественно сделанный. На этом все. К покупке однозначно я рекомендую. Это не просто конструктор. Это уже какие-то основы робототехники. И вы замечательно сможете провести много часов времени за конструированием вот таких вот забавных, небольших роботов. На этом все. Спасибо за внимание. Если вам понравилось видео, ставьте лайк. Если вы еще не подписывались на мой канал, можете сделать это прямо сейчас. Дальше будет еще много чего интересного. До свидания. До свидания. До свидания. Продолжение следует...